Три плюс один. Такую формулу когда-то выдвинул президент Украины Янукович в 2011 году для вступления фактического Украины в таможенный союз. Он говорил, как, ну там есть три, Россия, Беларусь, Казахстан, а мы один как бы отдельно. Но, как говорил тогда, я сегодня нашел эту новость, директор завода Моторсич, который сейчас сидит в тюрьме за сотрудничество с россиянами, он говорил, да это все для отвода глаз, спокойно, спокойно, мы всех пересажаем, сторонников вступления в ЕС, и спокойно вступим в Таёжный союз, нам с Россией по дороге и так далее, мы еще будем целовать дорогу в Москву. Три плюс один, такую формулу предложил тогда Янукович. Это была формула сотрудничества с россиянами. Формула союза между Украиной и Россией. Три плюс один. И вот сегодня эти три плюс один слова наполнились совершенно другим смыслом. Сегодня, когда мы узнали, что во время вчерашней бомбардировки, точнее ракетного обстрела Кривого Рога, в жилом доме погибла целая семья, мать и трое детей. Три плюс один. Три маленьких ребенка и их мать. Целая семья. Отец вышел на кухню приготовить завтрак, и поэтому россиянами убит не был, он уцелел чудом. А были убиты Олена, мать семейства 32 лет, 10-летний Кирилл, Демид, которому было два года, и девочка Ульяна, ей было два месяца. Их всех убили россияне. Нам потом будут говорить, конечно, очень нам на Западе будут особенно уверять, что это все Путин, что это не война россиян, что это война Путина. Нет, их убили россияне. Эту ракету сделали россияне. Три с половиной миллиона человек, работающих сегодня на военных заводах, сделали эту ракету, чтобы убить Алену, Кирилла, Демида и Ульяну. Двухмесячную, напомню. Полтора миллиона человек, которые работают в банковской сфере России, профинансировали эту ракету. Особенно это касается, естественно, работников Сбербанка, начиная с Германа Грефа и кончая операционистками, которые зарабатывают деньги для финансирования российской армии. Полтора миллиона человек, которые работают в нефтегазовом секторе России, и заработали средства на эту ракету, и заправили ее. Ну и, конечно же, два с небольшими миллиона человек, которые служат российской армией, направили эту ракету на жилой дом в Кривом Роге. И у нас еще одна такая же семья, как была уже во Львове. Вы помните, там тоже мать, трое детей, отец остался жив случайно. Сейчас то же самое мы имеем в Кривом Роге. Вот так вот Москва слезам не верит и продолжает свои бессмысленные, беспощадные и жестокие убийства детей. Демиду было два года и восемь месяцев. Ровно столько длилась, длится сейчас наша полномасштабная война. Вот она началась, и он родился. А вчера погиб. Убит россиянами. Вот такой теперь у нас 3 плюс 1. Как будто страшное назидание всем, кто попробует с Россией иметь дело в мире. Вот каждая страна, которая попытается иметь дело с Российской Федерацией, должна помнить, что все эти формулы заканчиваются вот так, если вы пытаетесь с Россией заключать контракты, договоры, союзы, вступать с ними в какие-то отношения. У меня любые отношения с Российской Федерацией заканчиваются так. Но несмотря на то, что Запад не разрешает, вчера наши установили очередной рекорд, уничтожив 1950 оккупантов. 1950. Ну и дальше в этой статистике огромные цифры. Вчерашняя статистика Генштаба, которая пришла сегодня утром. 23 танка, 81 БМП, это тоже, по-моему, рекорд. 38 артиллерийских орудий. Я думаю, что это в какой-то степени может быть связано с тем, что в Курске, в Курске области наши устроили россиянам. Я не знаю, что это. Это пускай рассказывают военные эксперты, но массовое уничтожение российских военных в Курске области произошло вчера. Я думаю, что без меня вы найдете военных экспертов, которые вам все это расскажут. Я не знаю, не знаю подробностей, не хочу влезать. А вот такие вещи я люблю, когда это такое больше не совсем происходит на поле боя, в котором я слабо разбираюсь. Белгородская область, украинский беспилотник, поразил очередную нефтебазу. И это даже сразу вынуждены были признать. То есть об этом и объявили не мы, не телеграм-каналы. Нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон поразил нефтебазу. Произошел взрыв, возник пожар. Все это на территории Старо-Оскольского городского округа. Вот это действительно отличная, приятная, свежая новость из Российской Федерации. Значит, можем, если захочем. И кое-что у нас получается даже без американских ракет и без немецких. Россияне, правда, предпринимают меры. Вот сегодня такая новость прямо пришла оттуда. Политическая, нет слов даже. Значит, сегодня объявил губернатор Курской области, той, которую мы, собственно, частично оккупируем, Алексей Смирнов, пообещал уволить главу Суджанского района Александра Богачева из-за жалоб эвакуированных жителей на отсутствие помощи. То есть представьте себе, значит, у Суджи был глава района. Суджу мы захватили, и район тоже весь захватили. Вооруженные силы Украины контролируют. Что решили сделать россияне? А не уволим-ка мы, значит, главу этого самого района. Ну, раз он, понимаешь, не справляется с социальным обеспечением. Ну, не справляется, потому что там ВСУ стоят, поэтому и не справляется. Вот они нашли, кого наказывать. Молодцы. Ну, это хорошо. Когда у них такое, нам это, безусловно, на руку. И слава богу, что они вот так борются. У них там просто жители Суджи, наконец-то, на них что-то стало доходить, даже до россиян. Они провели вчера, по-моему, впервые митинг где-то в Курске, что ли, по поводу протеста, митинг протеста жителей Суджи, ну, бежавшие от вооруженных сил Украины. Дураки надо было оставаться. Хотя нет, сейчас россияне сбрасывают туда управляемые авиабомбы, как на все наши города. Поэтому, в общем, правильно бежали. Зря в Россию бежали. Зря бежали в Россию. Им там, конечно, будет тяжело. Но это не наши проблемы, это их проблемы. Нам свои работы. Следующая новость пришла к нам из Financial Times. Но эта новость не нова для вас, дорогие зрители канала Штельман. Все, кто внимательно смотрит, понимают, что никакой новости здесь нет, потому что Штельман об этом дословно, дословно об этом говорил. Не так давно я вам сообщал, первое, что… Вы помните этот план перемоги, план победы, с которым Зеленский ездил в США? Что я вам говорил? Что план победы был написан для одного человека, для Дональда, извините, Трампа. Не для Байдена, который мы показывали, не для европейцев, которому показывали, не для Камалы Харрис. Он был написан для Трампа. У нас был мирный план, план Зеленского, конференция мирная, все такое, да, который был для Байдена и для Камалы Харрис. Но для Трампа наши поняли, что нужен другой план абсолютно. Потому что у Трампа другие приоритеты, другие ориентиры, другая стратегия. И он просто смотрит на другой, на другие показатели, на другие цифры. И наши написали для него план победы. Ну, просто не сказали же, не написали же, план победы для Трампа. Но показали ему. И в этом была цель, и цель достигнута. Вот Financial Times теперь говорит… Вряд ли я не верю, что журналисты Financial Times услышали это от Шетельмана. Я не верю, что они сидят и смотрят канал Шетельман целыми днями. Хотя, возможно, что среди, сколько там, 533 тысячи подписчиков… Кстати, почему-то до сих пор 533. Я предлагаю сейчас прямо, кто еще не подписан, подписаться на канал Шетельман, чтобы стало 534. И поставьте лайк этому видео, что среди них есть журналисты Financial Times. Но что они сообщили? Что Трампа заинтересовали два пункта из плана победы Зеленского. Это по их данным. А я вам что говорил? Что эти два пункта специально для Трампа и прямо подготовлены. Financial Times сообщает историю возникновения этого самого плана победы. По их данным, ближайшие наши союзники из Европы и из республиканской партии США дали некий набор рекомендаций администрации Зеленского на тему, какие пункты могли бы заинтересовать Трампа. Эти пункты, собственно, были взяты на вооружение и изложены в плане победы, который, по словам людей, участвовавших в его разработке, внимание, то есть Financial Times взял интервью у людей, которые разрабатывали физически этот план победы, был ориентирован именно на Трампа. Позже эти предложения были предоставлены Трампу, когда украинский президент встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре. Одно из них предусматривало, ну вы наверняка помните эти два пункта, про которые я вам рассказывал, которые и были на Трампа ориентированы. Одно из них предусматривало замену части американских войск, дислоцированных в Европе украинскими войсками после войны. О-ля-ля, ровно то, что я говорил. Другая, впервые разработанная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, и я это тоже упоминал, что этот пункт явно написан прямо Линдси Грэмом, помните, я сказал, это Грэм первый раз приезжал и сказал нам, это я сейчас уже не из Financial Times, что у нас на Донбассе закопаны триллионы долларов, ну не только на Донбассе, во всей Восточной Украине, там закопаны триллионы долларов под землей в виде таблицы Менделеева, и что надо бы американским компаниям получить лицензии на их добычу в знак как бы благодарности или в знак оплаты за финансовую помощь. Примерно Грэм тогда это сказал. Это вызвало бурю эмоций в Украине, а я помню свой разговор тогда с Аленой Курбановой, например, сразу после этого, где сказал, так это хорошо, это то, что нам надо сделать, отдать им эти лицензии, отдать им право любой добычи. Все равно работники будут наши, налоги все будут наши. Мы все равно сами это никогда не разработаем. А тут еще американцы будут охранять свои собственные месторождения, используя наших работников, в конце концов покупая у нас мороженое, колбасу и все, что мы будем поставлять и так далее, и так далее. То есть это чистая прибыль для нас. Они добудут на 2 триллиона, триллион останется у нас, на самом деле больше. Ну, всегда так бывает. И вот, значит, разработанная Линдси Грэмом, союзником Трампа, по словам людей, участвовавших в разработке плана Победы Зеленского, предлагает поделиться критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами. Вуаля! План-то оказался вот ровно про это. И он, я думаю, в голове у Трампа сейчас есть. Трамп был заинтересован этими двумя пунктами, по словам лица, информированного о встрече. Одновременно лидеры бизнеса в Украине также ведут переговоры с правительством о том, чтобы предложить Трампу полномочия инвестиционного скрининга, что фактически ему позволит выбирать, кто может вести бизнес в Украине, а кто нет. Один человек, участвовавший в планировании, описал эту идею как любой, кроме Китая, что может особенно хорошо сыграть на руку Трампа. Украинские отрасли, зависимые от китайских технологий и материалов, такие как телекоммуникации, по словам собеседника, помогли бы переключиться на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций. Эта идея находится на ранних стадиях, но некоторые бизнес-лидеры, близкие к офису президента, считают, что она может хорошо сыграть на руку Трампу. Да, да, может, да, сыграет. Да, всегда этим были озабочены республиканцы на протяжении всех этих лет. Конечно, да. Чтобы Китай не зашел в Украину. Вот так, возможно, ларчик открывается. Нам сейчас придется открывать этот ларчик. Так что, да, сегодня есть назначения, похоже, ну как, предположительные назначения на те посты, которые критически важны для нас во время нашей войны, то есть на пост Советника по национальной безопасности и на пост госсекретаря США, но мы дойдем до них чуть ниже. В этом выпуске обязательно дойдем. Это те люди, с которыми нам предстоит провести в обнимку ближайшие четыре года, как мы провели с Блинкиным и Салливаном. Может, кто-нибудь лучше сыграет, но никто уже так не споет, можем сказать теперь про Блинкина, правильно? Никто нам уже так не споет, потому что явно господин Рубио петь нам, скорее всего, в баре не будет. Но в то же время и новый советник по национальной безопасности вряд ли будет в ежедневном режиме созваниваться с Патрушевым, что тоже приятно. Ладно, эту интригу оставлю на потом. Пока немножко другая интрига. Сейчас поговорим немного о Илоне Маске и порнографии. Эти вещи у нас сошлись воедино на основе двух новостей вчерашних. Первая, значит, новость состоит в том, что конгрессмены, американские конгрессмены, оказывается, просят Илона Маска замолвить словечко перед Трампом. Американские конгрессмены. Вот как просят Илона Маска. А в Верховной Раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Вот две новости. Конгрессмены просят Илона Маска замолвить словечко, а в Верховной Раде декриминализуют порнографию. Вы догадываетесь, да, на что я намекаю? Итак, члены конгресса от республиканской партии обращаются к Маску, чтобы укрепить свои позиции в глазах Трампа. Какой ужас, господи, как низко пали члены конгресса от республиканской партии. По информации СНН, они пытались договориться с Маском по выборам лидера партии в Сенате и других важных для Трампа вопросов. То есть они с Маском согласовывают, кто будет у них лидером сенатского большинства. Сам миллиардер, утверждает СНН, также звонил союзникам Трампа и законодателям. То есть он теперь обзванивает сам сенаторов и конгрессменов и дает им указания от лица Трампа. Илон Маск. Выстраивает, так сказать, вертикаль власти. Это прямо становится какая-то Россия 2.0. Вам не кажется? Там тоже какой-нибудь Абрамович может назначать руководителя Государственной Думы, а Фридман начальника подкомитета по уборке московских улиц. Что это за олигархический строй мы получили в Америке? Я просто в шоке, честно говоря. Но это же чисто порнография, правда? Поэтому я эти две новости соединил в одну. Вот эту порнографию, которую легализовали в Украине, что правильно, в общем-то, сделали. И то, что конгрессмены звонят Маску, а Маск обзванивает сенат и раздает указивки. Это в чистом виде такая же порнография, я считаю. Причем я боюсь, что она как раз даже это не декриминализована. Потому что смотрите. Значит, сейчас Верховная Рада зарегистрировала этот законопроект декриминализация порнографического контента. То есть порно можно теперь снимать. Но за некоторыми исключениями достигнут компромисс, то есть исключения. Что, значит, предлагается, чтобы взрослых людей за создание и распространение интимного порно не сажали в тюрьму. Уголовная ответственность остается только за порнографию без согласия, порнопомста и дипфейк. То есть когда кого-то сняли голубь, ну или занимающийся сексом, а он об этом не знал, не знал, что это разместят, и это разместили в виде порнографии. Это раз. Второе. Экстремальная порно с насилием, зоу и некрофилией. Тоже запрещено. И, наконец, порнография с детьми и распространение среди детей. В то же время сутенерства, вовлечения в проституцию и торговые людьми остается уголовным преступлением. Ну вот я не знаю, к какой категории относится то, что сегодня происходит в американской политике, когда через Илона Маска, то есть через постель фактически можно попасть на какие-то высокие должности, но это мне напоминает такое, скорее зоу. Да? Да. Или некро даже. Некро. Некро. Ну а куда еще? Это же точно не дипфейк, это же все по-настоящему. Вот такая ужасная ситуация у нас в Америке. Но это на самом деле для нас отчасти в каком-то смысле есть тут и хорошая новость. Потому что люди, которых назначили на посты госсекретаря, назначат, скорее всего. Заметьте, я пока шли все эти инсинуации целую неделю в какие-то спекуляции на тему, кого Трамп назначит. Я вам не называл даже этих имен. Потому что ну зачем? Сегодня назвал, завтра забыл. Ни к чему. Сейчас, когда, похоже, все устаканилось, и, похоже, даже без помощи Илона Маска, мы про этих людей отдельно и поговорим. Но сначала к Патрушеву, раз уж я вспомнил его в контексте Салева. Значит, и к чему Патрушеву? Вот в отличие от журналистов Financial Times, похоже, Патрушев сидел с нами вместе, с вами, с нами все. У нас было 250 тысяч человек. В воскресенье на стриме на канале Штельман. Подписывайтесь, кстати, на канал Штельман, как это сделал Патрушев. Я не знаю, сидел Патрушев старший или младший, скорее старший. Потому что младший бы не понял, что я говорю. У него вообще, как бы, да. И так Патрушев сообразил, что будет. И понял, что пора, как бы, это самое с Илоном Маском заключать договора. Я же сказал, что теперь, когда есть, ну, вернее, не с Илоном Маском, конечно, в данном случае, а с Дональдом Трампом-младшим. Раз у Патрушева есть младший, значит, сын Аболтус, который практически почти возглавляет правительство Российской Федерации, не считая Мишуткина, то у Дональда Трампа есть тоже сын, который распоряжается финансовой помощью в адрес Украины, как мы знаем. Ну, через Инстаграм, правда. Не привлекая внимания, санитаров распоряжается. И вот Патрушев, человек, который, главный, в общем-то, ястреб российской политики, на недавнее время не занимавший пост представителя Совета Безопасности, один из главных военных преступников-разжигателей войны, безусловно, когда их будут судить, то, да, вот я перечислил всех, кто убил семью в кривом роге, но разожгли-то войну все равно те 20 человек, которые голосовали в Совете Безопасности за признание независимости ЛНР, ДНР. То есть вот все эти Нарышкин, Патрушев, Мишустин, Собянин, Медведев, Матвиенко, Путин, вот они, да, мы понимаем, кто главный, Шойгу тогда еще там был, по-моему, и этот, кстати, Набиулина, и этот Силуанов у них, там финансисты тоже великие, тоже туда же. И вот Патрушев, ныне старший советник по кораблестроению, да, а нет, просто советник по кораблестроению, ну, короче, да, как-то так называют, советник по кораблестроению, он писал все это время, все два с половиной года, яростные статьи в аргументы и факты, и в известия о том, как НАТО наступает на Россию, как надо порвать НАТО, как с ним воевать, про принципы холодной войны, то есть все было ровно по учебникам, которых я еще учился, история КПСС, она же партянка, по статьям из газеты «Правда» явно учился Патрушев в партийной школе, и вдруг Патрушев выступает на телевидении, интервью, а нет, сори, не телевидение, это письменное интервью газете «Коммерсант», а может телевидению «Коммерсант», я не знаю, и говорит, что пора запускать перезагрузку с Америкой, возвращение в Белый дом Трампа может привести к перезагрузке отношений России и США, ох, нифига себе, он почуял, что его сыночек может с сыночком Трампа спеться, да? Значит, корреспондент «Коммерсанта» Елена Черненко начала интервью с Патрушевым с вопроса о возможности позитивных с точки зрения России изменений в связи с грядущей сменой власти в США. Патрушев сказал, что Трамп будет должен исполнять взятые на себя перед выборами обязательства, а предвыборные обещания могут разойтись с последующими действиями. То есть, значит, должен будет исполнять взятые на себя перед выборами обязательства. Интересно, да? То есть, сейчас российский советник Путина по кораблестроению будет требовать от Трампа соблюдения предвыборных обещаний в Америке перед американцами. Для достижения успеха, это я цитирую сейчас Патрушева вам, для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеют соответствующие обязательства. И как человек ответственный, он будет обязан их исполнить. В предвыборный период он делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США. Но избирательная кампания завершилась, а в январе 25-го года наступит время для конкретных дел избранного президента. И то есть, как бы он призывает, Патрушев призывает Трампа выполнить свои обещания перед избирателями Пенсильвании. Патрушев, советник по кораблестроению, и он теперь начальник гильдии судоходства, что-то такое тоже в России, должность такой под него придумали. Призвал Трампа исполнить предвыборное обещание. И тут же посетовал, но так и положено сетовать согласно советской партийной вот этой идеологии, нужно в конце статьи обязательно посетовать на то, что ведь негодяи кинут, обманут, будут водить за нос. И Патрушев это делает. Известно, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями. Американцы и англичане, ну тут уже начал, проснулся ястреб в Патрушеве, рассматривают диверсию на северных потоках в качестве одного из многих методов произвижения своих экономических интересов и могут атаковать морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире. То есть боится, что англичане опять перегрызут какой-то российский кабель. Впрочем, оптоволоконные, у русских нет оптоволоконных кабелей, у них что, у них только трубы железные, умеют делать то по немецким технологиям и то у немцев покупают. Вот, я нашел его должность, он теперь глава морской коллегии России. Ну и заодно, уже чтобы два раза не вставать, Патрушев уже коснулся и текущих событий на войне. Он сказал, значит, он опроверг утверждение о том, что при помощи иностранного оружия разгромлен Черноморский флот. Никакого поражения нашего флота в Черном море нет. Значит, западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить и тем более не по терминам постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушении конвенции Монтрё. Вот Монтрё у него конвенция. То есть, говорит, нет, не разгромили Черноморский флот. То есть, то, что Черноморский флот утонул, то, что у них нет больше крейсера Москва сразу, прямо с начала войны, что у них нет больше больших десантных кораблей, что нет больше ракетных катеров, эсминцев и всей этой ***, что половина флота просто физически утонула, что мы даже подбили подводную лодку, ну, всякие буксиры там уже без счёта, что они сначала сбежали из Севастополя в Новороссийск, а потом из Новороссийска сбежали вообще в оккупированную Грузию. Это не называется Черноморский флот разгромили. А Патрушеву что надо было? Чтобы его лично поставили на Красной площади в известную позу и, так сказать, наш командующий флотом ему отдал указания, что ли? Только тогда же считалось бы, что Черноморский флот разгромлен. Ну, это называется хорошая мина при плохой игре, причём минами этими россияне загадили всё Черное море. Нам ещё после войны долго тральщиками плавать. Вот для этого Конвенция Монтрея понадобится, чтобы войска НАТО здесь разминировали нам Черное море, загаженное россиянами. Ну, что ж, а теперь про Трампа и его новую политику, точнее, его новых политиков. Вчера, во-первых, Трамп для начала нас немного порадовал, порадовал нас старик, так сказать, всю Украину. Он опубликовал, точнее как, канал Fox News, в общем, уже президентский канал Америки, опубликовал список лидеров, с которыми Трамп говорил. Точнее, не список, а набор фотографий. Там семь фотографий семи лидеров. И написано «Leaders Trump spoke with», то есть лидеры, с которыми разговаривал Трамп. Какие это лидеры? Бениамин Неттани, значит, на первом месте, причем они явно не по алфавиту их располагали, извините. На первом месте Бениамин Неттаниагу, премьер-министр Израиля. То есть Fox журнал, в каком порядке, но это выглядит, как портреты членов политбюро. То есть по важности, расположено по важности, с кем из лидеров разговаривал Трамп. Самый важный Неттаниагу говорит, что с ним три раза разговаривали, и для Трампа, безусловно, Израиль самое важное. На втором месте, ну, после Китая, конечно, но Китай в отрицательность. На втором месте Джастин Трюдо, Канада, то есть с ним воевать, скорее всего, не будут. На третьем Мухаммад бен Сальман, саудовский принц. Логично? Логично, учитывая то, что нефтюшка будет главной целью сейчас и главной экономической задачей Трампа, а кто же еще нет? Эммануэль Макрон, четвертая позиция. Пятая, Нарендра Моди, Индия, премьер-министр. Наш пострел в Моди везде поспел. Вот оно, мировое большинство, приползло целовать ноги Трампу. Шестое место, Юн Сук Джоэл, значит, президент Южной Кореи. Тут мы с огромным уважением, естественно, к господину Джоэлу, и это, я думаю, разговор идет про Северную Корею, про то, как остановить войну на Корейском полуострове, возможно ли ее еще остановить, о том, как Южная Корея могла бы помочь нам с ликвидацией северокорейцев, которые пытаются принимать участие в нашей войне. И седьмое место в этой великолепной семерке, тут всего семеро, это Владимир Зеленский, президент Украины. Но заметьте, нашего президента туда включили, в эту великолепную семерку. Обзвонил Трамп, как уже сообщалось, 70 разных президентов, но лидерами посчитал только семерых. У меня потом, да, а что сделал, значит, Трамп, увидев эту картиночку на Fox News, он у себя в соцсети, в своей личной этой, Рио Дональд Трамп, значит, перепостил эту картиночку с этими лидерами. И когда меня спросили, так а почему Путина там нет, он же с ним разговаривал, потому что он Путина не считает лидером. Извините, он с лидерами говорил. Вот лидерами, и лидерами он считает семерых. Да, есть другие уважаемые люди. Он, например, говорил с Шольтем, но не включил бы в этот список. Ну, Шольт же не будет врать и придумывать, что он говорил с Трампом, правильно? А это зафиксированный факт. Но он посчитал, что сейчас в мире лидеры вот эти, те, кто равновелики, как-то, хоть как-то Трамп. Ну, или хотя бы второй ряд после Трампа. Нетаньягу, Трюдо, Бен Салман, Макрон, Моди, Джоэл и Зеленский. Я прошу прощения заранее, если я неправильно произнес фамилию южнокорейского президента Тун Сук Джоэл. Поправьте меня, кто в Южной Корее. Я в англоязычной только, в англоязычном написании это видел. А дальше Трамп уже разошелся и из него вытекло, ну, то есть, вытекло в смысле, он официально это не сообщал, но вроде бы так, кандидатура, кого он, собственно, собирается назначать госсекретарем США и кого он собирается назначать советником национальной безопасности. Итак, госсекретарем США становится, судя по всему, Марко Рубио. А что мы знаем про Марко Рубио? Мы знаем про Марко Рубио, что он ястреб, что он голосовал за финансовую помощь Украине, вот за этот пакет помощи в 60 миллиардов. Мы знаем про Марко Рубио, что он возглавон вице-председатель комитета по вопросам разведки. А это тоже важно. Помните, я вам показывал доклад трех комитетов Сената, Конгресса США, извините, доклад трех комитетов республиканских, трех республиканских комитетов, который назывался «План победы в Украине». И вот этот комитет, именно комитет по разведке, был один из трех авторов этого доклада. Я не знаю, писал ли его лично Марко Рубио в том числе, не знаю, но там содержались требования к Байдену выдать нам любые ракеты и любые права их использования, дальнобойные атакамсы. И вообще это был план, это был первый план победы. То есть до того, как мы придумали план перемоги, это был первый, наш был второй, а это был первый план перемоги. Он опубликован был в январе, и я тогда сказал январе, когда скептики говорили «Все, нам уже не дадут денег», я сказал «Нет, три комитета, это республиканцы, они говорят план победы, они требуют, и они же сами не дадут денег, я не поверю». И они дали денег. Это реально произошло, как вы знаете. И спасли нас по большому счету. Итак, Марко Рубио на самом деле, конечно же, друг Украины в чистом виде. Он, Рубио, восстановит американское лидерство в мире, сообщил нам сенатор от Флориды Рик Скотт. Хорошо, восстановит, восстановит. Будущего госсекретаря должен утвердить Конгресс. Понимаю? Значит так, я вам сразу скажу. Я про личность этих людей пока ничего не знаю. Я не буду вам рассказывать, хорошие ли они семьянины, где они учились в школе и в колледже, какие у них были раньше политические позиции. Только то, что касается, вот прямо сейчас последнее, это то, что сегодня все опубликовали, я вам пересказываю. Почему это сейчас и не важно? Потому что мы четыре года проведем с этим человеком. Мы знаем, на какой дом Брион играет, в каком ресторане он будет кушать у нас в Киеве. Мы все это, поверьте, про него узнаем. И даже в Израиле узнают, что он предпочитает шаварму или фалафель. Все мы узнаем про этого человека. У нас будет время, четыре года с ним как-нибудь познакомимся. Значит, это кадровое решение не встретит проблем, потому что обе палаты имеют большинство республиканцев. То есть, безусловно, всем, всех все утвердят. Голосовал за пакет помощи, настаивал на важности поддержки Украины, критично публик... Ой, извините, публично критиковал, а не критично публиковал, да. Публично критиковал однопартийцев за сомнение в необходимости помогать Украине. А вот дальше нам наливают ложку дегтя, значит, в тексте об Марко Рубио, который говорится, что в последнее время несколько изменил риторику относительно путей завершения войны, но остается более благосклонным к Украине лагерь республиканцев. То есть, о том, что он поддерживает, по сути, план Трампа. Ну, так извините меня. Вот если вам кто-то сейчас скажет, боже мой, Трамп назначил человека, который тоже за перемирие с россиянами. А вы чего хотели? В смысле? Трамп сказал, что его цель – прекращение войны. И он что, госсекретарем назначить человека, который скажет, нет-нет, война до победного конца? Ну, вы серьезны? Ну, о чем мы будем говорить с вами? Сегодня, кстати, вот интересно, такая социология вдруг появилась от одного агента, не буду специально называть, пока не буду. Значит, я помню, что во время прошлого вопроса у другого агента было 4% жителей Украины, которые готовы отдать территории ради мира. То есть, есть люди, готовые вести переговоры, таких много было, большой процент тех, кто за переговоры с Россией, безусловно, большой. Но готовы ли вы отдать Крым ради мира, Донбасс ради мира? Вот на эти вопросы положительно отвечало 4% населения Украины. А сегодня вдруг выяснилось, что уже 30 с лишним готовы отдавать территории в обмен на мир. Как-то я подумал, что-то это же неспроста, правда? Да, именно отдавать. То есть, меня что смутило? Вопрос. То есть, мне бы посмотреть формулировочки вопросов. Они же разные. В том агентстве и в этом очень разные формулировки. Мне бы хотелось узнать, как это было сформулировано. Ну ладно, с ними потом разберемся. Еще предстоит нам это все. Про Рубио. Ну слушайте, этот человек должен следовать политике Трампа. То есть, да, он будет работать, но он работник. У него есть кубик Рубио. Помните кубик Рубика, да? Ты можешь крутить, как хочешь, вроде бы как. Но у тебя вот эти степени свободы и все. То есть, у тебя строгая геометрия. Ты можешь так повернуть, так повернуть или так повернуть. Все. Но кубик не перестает быть кубиком, он не становится шариком. Шарик-фигарик – это другой совершенно прибор, вы знаете. Поэтому кубик Рубио будет очень ограничен политикой Трампа. Вот Трамп решил так. Кстати, хорошая новость. Я вот тут задумался, когда задумывался о кандидатуре Рубио, о том, что он будет делать и как, я подумал, Трамп что нам обещал? Он нам обещал остановить войну в течение 24 часов. Но он же не обещал установить мир. Говорит, я остановлю войну, а не установлю мир. А это ведь разные вещи. Вот, например, сегодня в Японии, когда на днях сформировалось новое правительство, новое премьер, его я фамилию даже не буду пытаться выговаривать, сегодня заявил, что, оказывается, санкции Японии будут действовать на всем протяжении войны. То есть, пока идет война, санкции Япония с России снимать не будет. Хорошо? Хорошо. Но нам-то важна теперь становится точка, когда скажут, когда мировое общество скажет, война закончилась. Перемирие – это не война закончилась. Война закончилась, это нам вернули оккупированные территории, нам выдали военных преступников, ну, в ГАГу выдали, обменялись мы пленными, нам заплатили репарации. Это называется война закончилась. Но вот это я сейчас вам говорю, как такой умный и хитрый шательман. Но это задача дипломатии нашей, ну, само собой, наши-то это знают. Но европейской, всех наших ближайших союзников, что бы ни делал Трамп, говорит, нет, война не закончилась. Я понимаю, что добивается Трамп. Вот если он этого добьется, во что я вам говорил, я скептик, я не очень верю, что добьется, но это из-за Путина. Это другой вопрос. Но я с вами говорю, давайте настаивать на том, что подождите, война же не закончилась. Не стреляют, не значит, что войны нет. Помните, как, что там, дипломатия – это продолжение войны другими средствами, политика – это продолжение войны другими средствами. Эта война продолжается другими средствами. Задушить Россию экономически, додавить, заставить голодать, пока не капитулирует, пока не выведет свои войска. Вот это будет наш новый метод. И японцы это понимают, и европейцы это понимают, в большинстве своем. Надо, чтобы американцы это тоже понимали, и Рубио, чтобы это озвучивал. Слушай, надо. Я вот сейчас это как бы вроде в космос говорю, нет, не в космос. Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Вот этот кубичек у него должен быть ограничен тем, что да, у тебя полномочия на перемирие, но не на мир. Мир – другой разговор. Вот такой кубик Рубио мы будем с вами наблюдать. Ну, а советник по национальной безопасности, конгрессмен Майк Волтс. Вот помните, там Вальц был у Харриса, это Волтс, совсем другая фамилия. Тоже, кстати, избранный от Флориды, что интересно, как и Рубио. Известен тоже истребинные внешнеполитические взгляды. То есть, понимаете, да, что такое истребинные взгляды для американского политика? Я имею в виду сейчас и Рубио, и Волтса. Это означает, что вот он из Путин-Ферштейн и Путин-Сыктым выбирает Сыктым. То есть, есть Путин-Ферштейры, есть Путин-Сыктымеры. Вот это Путин-Сыктымеры, а не Путин-Ферштейры. Оба этих человека. И это нам очень важно. Это максимум, что мы могли получить. Еще раз, нам точно не могли выдать людей, которые за то, чтобы не вести переговоры с Россией. Ну, абсурд. Мы политику Трампа-то точно знаем, что он планирует эти самые переговоры. Ну, и вот этот самый Волтс. Так, что он там? Ветеран армии США. Первый зеленый берет, избранный в Конгресс. Имеет опыт работы в Пентагоне советником, работал в секторе обороны руководителем-подрядчиками обороны. Занимается темой противостояния Китаю и уменьшения зависимости от китайских ресурсов. Считается одним из самых жестких критиков Трампа, кстати, что интересно. Да. Ну, что ж. Вот такой вот человек. Посмотрим опять. Посмотрим. И еще, кстати, интересное назначение, которое прошло мимо, потому что вроде как нам не важно. Но оно не важно в сегодняшнем моменте, а для будущего может оказаться вообще критически важным. Это Элис Стефаник. Элис Стефаник назначили вместо Линды Томас-Гринфилд. Ну, будет она назначена. Послом США в ООН. И вот Элис Стефаник, у нее есть политика в отношении ООН. Вот она тоже ООН не Ферштейн вообще. Она не понимает, что нам нужна эта ООН. Значит, что она говорит? 40 лет этой Стефаник, она стала известна среди республиканцев своей защитой Израиля и активным союзничеством с Трампом. Ожидается, что... Ну, понятно, что ее кандидатура пройдет. Вот, значит, так. Стефаник неодноразово звенувачивал его ООН в антисемитизме, то есть обвинял ООН в антисемитизме, выступает за расширение израильских поселений на западном берегу реки Ордан, а главное, за полный пересмотр финансирования американцами Организации Объединенных Наций. Вот оно. Вот это вот то, про что я тоже когда-то вам говорил. Напомню, что, чтобы не пропускать такие вещи, стоит подписаться на канал Штриман прямо сейчас. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Она говорит о том, что, может, мы не должны финансировать вот эту всю странную историю, как ООН. А я говорил, что реформа ООН возможна только через то, что тот, кто дает деньги, перестанет их давать. Как в свое время произошло с ЮНЕСКО. Американцы взяли и вышли из ЮНЕСКО, а они львиную долю финансирования ЮНЕСКО проводили. Это было, по-моему, в 80-е годы. И вот сейчас, представьте, США говорят, а мы не будем больше платить в ООН. Хотите, мы выходим из ООН. Ну, раз у вас такой устав. Или давайте все, менять и передоговариваться. И вот тогда убрать эту роль России, блокирующую, которую она совершенно ничем не заслужила, которая ничем не обоснована, так как это страна с очень небольшим населением и уж очень мизерным ВВП. Поэтому, почему у нее там право вето, непонятно. Поэтому, мне кажется, что наряду с именем Рубио мы и имя Элиса Стефаник очень много раз услышим за ближайшие 4 года. Почему я сказал, что на нее есть большие надежды у меня? Потому что это реформа ООН. То, что нам вроде как не сейчас надо, вроде не первая необходимость, но только реформированная ООН сможет защитить нас потом. На потом. Это на потом. Ну, или, соответственно, вообще не ООН, а какая-то другая организация. Фух! Ну, а сейчас пока кто нас защищает? Значит, сейчас пока очень занят, к сожалению, Шольц. Его можно понять. И он как бы отступил на второй план. Потому что у него возможны выборы. И вот сегодня прошла новость, что выборы возможны 23 февраля. Это, конечно, большая ирония. Россияне, я думаю, будут просто радоваться и прикалываться, что в день Советской армии и военно-морского флота в Берлине пройдут выборы. Вот они закричат, можем повторить, трижды просто. Подумайте там 23 февраля выборы в Германии. Осторожнее с такими датами. Но радостная новость для нас в том, что Фридрих Мерц, кандидат от КДС, про которого я говорил на этой неделе уже не раз, заявил следующее, что он призовет Россию, когда он победит на этих выборах, призовет Россию прекратить военные действия в течение 24 часов. То есть выдвинут ультиматум России. Не как Трамп, я за 24 часа сделаю дел. Нет. Я выдвину ультиматум, либо вы за 24 часа прекращаете огонь, либо я выдаю ракеты Таурус Украине и разрешаю бить вглубь территории России. Наша линия должна быть такой, Германия должна делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защититься, пообещал нам лидер ХДС, ХСС. Приятно? А лидерство Европы сегодня взяли на себя Британия и Франция, причем объединив свои усилия, то, что я вчера анонсировал. Да, эта встреча состоялась. Вчера я совершенно забыл про эту дату. Во-первых, прошу прощения у жителей Херсона, забыл их поздравить с двухлетним освобождением. Вчера, ну, знаете, на войне, честно, слишком много у нас дат и трагично разных. Вот. И, ну, вчера было 11 ноября, это день в Британии, в этот день отмечается день памяти погибших в Первой и Второй мировой войне. В 11.00, 11 ноября, раздается, все время у них там сирена, все ходят вот с этими цветочками, да. А во Франции что же? Это же день Компьенского перемирия, конец Первой мировой войны, 11 ноября, и поэтому они встречались там во Франции, я имею в виду Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, и разговаривали 20 минут, и разговаривали про Украину. Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, в том числе того, как лучше поставить Украину на сильнейшую позицию, чтобы она вошла в зиму, сообщил представитель британского правительства. Вот так обсудили возможность изменения позиции США по Storm Shadow, то есть как им вместе уломать Байдена, быстро разрешить нам при помощи Storm Shadow бить в углы территории России. Что сказал у нас Стармер? Я всегда говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, мы остаемся верны этому. И неоднократно говорил, что мы должны поставить Украину в лучшее положение. Это было моим постоянным рефреном в течение четырех месяцев, когда я стал премьер-министром во всех дискуссиях, которые я вел. Это сердцевинная дискуссия, которую мы проводим. То есть эти двое людей, заметьте, Англия и Франция, вечные враги, объединились для того, чтобы помочь Украине и возглавить сегодня, ну как бы, стать лидерами Европы на сегодняшний день. Вот помните, я говорил, в Европе хорошо, в Европе каждый раз кто-то другой берет лидерство. В какой-то момент даже Польша, в какой-то момент Чехия со своей снарядной инициативой, в какой-то момент Германия со своими танками, в какой-то момент Британия, как вы помните, при Джонсоне, Макрон, когда вдруг решил выдать нам и артиллерию, и потом колесные танки, и миражи, да? И вот наконец Франция и Британия сейчас объединили усилия перед угрозой, исходящей от Трампа, конечно, из администрации Трампа. Марш победный он нам урежет, а совсем другое. Вот так. Поэтому они будут сейчас воздействовать. Да. Будут воздействовать на Трампа. В частности, премьер Британии потребует от США выделить Украине 20 миллиардов кредита до прихода Трампа. Хорошо, что вспомнили, да? Что не только 6 миллиардов военной помощи нам надо выделить до прихода Трампа. Не только вот эти 500 ракет Патриот нужно срочно нам перевести до прихода Трампа в овальный кабинет. Но и 20 миллиардов долларов, они обещаны в каких рамках? Есть кредит G20 или G7, извините, кредит G7, в котором финансирует часть Евросоюз, часть Соединенных Штатов Америки, часть Япония. Со всеми все уже согласовано. Только надо деньги перевести. Потому что это те деньги, которые возвращать будет Российской Федерации, не Украина. Согласно условиям этого кредита в 50 миллиардов. Но доля Америки была 20 миллиардов долларов. Если сейчас Байден там заснет и не переведет нам деньги, то потом хрена мы их получим. Уверяю вас. Хрена мы их потом получим. Хорошо, что об этом не забыли в Великобритании. Премьер-министр Великобритании настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, когда они оба примут участие в саммите G20 в Бразилии на следующей неделе. Вот так. И говорить он будет именно про эти 20 миллиардов. Один из инсайдеров британского правительства, близкий к политическим дискуссиям, сказал, что Британия готова держать Байдена за руку и за ногу для того, чтобы он выполнил свои обещания. Вы знаете, я вчера смотрел картинку, как ходит Байден по пляжу, и я понял, что действительно надо его держать. Хорошо, что за это берется британское правительство, держать Байдена за руку и за ногу. А вот кого держать не надо, похоже, он становится неудержимым, и слава богу, это российского оппозиционера Илью Яшину. 17 ноября, воскресенье, по-моему, да, это будет, да, марш вот этот в Берлине. По-прежнему, так я и не увидел ни одного сайта официального этого марша, на котором было бы сказано, что требования российских оппозиционеров это вывод всех российских войск из Украины, включая Крым и Донбасс. Я не увидел этого, пока жду, жду все еще. Но зато вчера то, что я увидел это интервью Ильи Яшина Александру Плющеву, и я подумал, боже мой, действительно человек проделал большой путь, я про Яшина сейчас, не про Плющева. Большой путь после выхода из тюрьмы. Помните, человек, который вышел, начал говорить про то, что надо садиться за сто переговоров, сейчас, ну, то есть, короче, давать советы украинскому президенту начал давать. Сейчас это человек за два, или сколько там прошло, три, может быть, месяца после выхода из тюрьмы, полностью осознавший, с чем ее надо съесть, и прямо, похоже, становится нашим ближайшим, действительно настоящим союзником в среде российской оппозиции. Потому что, что заявил Яшин, а интервью он давал Плющеву, а у Плющева не забалуешь, это не какой-то такой, знаете, добренький интервьюер, который все прощает, все разрешает, подобного. У Плющева спрашивает строго, не как некоторые. То есть, он докапывается до конца. И он говорит, так, говорит, не какие-то мармеладные, да, ведущие. И когда Яшин говорит, я, да, требую, буду добиваться полного вывода российских войск с Украины, он говорит, полного? Говорит Плющев, да, полного. То есть, из всех, то есть, да, то есть, из всего, что оккупировано, да, 100% территории должны отойти Украине. Плющев говорит, ну, вот же нереально, говорит, подождите, у меня же верю, что это получится в этом году. Может, там будет по дороге какое-то время, может, что, но в конце концов, в историческом плане, обязательно полный вывод и полное восстановление территориальной целостности Украины, без этого мира быть не может. Говорит Яшин, надо, чтобы Яшин Трампу это объяснил, я думаю, что у него будет такой шанс, что это не мир, иначе без этого. Дальше. Про репарации заговорил, говорит, мы, да, обсуждали, что вот те 300 миллиардов, которые, значит, арестованы российских активов, все должны пойти на репарации. А Плющев говорит, подождите, а если не хватит? Яшин говорит, ну да, надо будет считать и все платить, то есть все, реально, все нужно будет оплачивать. Хорошая позиция? Хорошая, достойная позиция, да? И третья, у него, его додавливает Плющев, подождите, говорит, а что делать с теми, что Россия привезла туда огромное количество людей, что россияне купили уже на наших оккупированных территориях себе квартиры в русскую ипотеку, взяв в русском банке деньги? В Мариуполе, в Мелитополе российские ипотеки раздаются. Не говорю уже, говорит, о Крыме, куда вообще ломанулось Яшин говорит, а эти люди должны были учитывать риски, они знали, что покупают квартиры на оккупированных территориях. Красавец, нет? Прямо я считаю, что красавец. Одна единственная мелочь не дала мне покоя, но я думаю, что это мы должны коллективно дообъяснить российскому оппозиционеру Илье Яшину, пусть приедет в Украину и ему прям расскажет, ну серьезно. Он сказал, что, я сейчас без иронии, я считаю, что, ну да, почему не посотрудничать с ним, украинской власти, имею в виду. Ну, говорит, там же люди, которые купили, мы же когда-нибудь будем вести мирные переговоры с Украиной, вот после вывода всех войск, и Украина как бы как в гуманитарном плане для установления мира должна же будет, как-то, может быть, пойдет навстречу, чтобы учитывать этих людей. Но тут он не догадывается, что значит учитывать. Он, видимо, думает, что мы разрешим гражданским оккупантам, которые приехали и сейчас проживают в Крыму россиянам, остаться там. И он не учитывает одной вещи. Это же полная аналогия, как, не знаю, 45-й год, да, и какие-нибудь немцы говорят, знаете, мы в Киеве решили остаться, да, которые приехали с оккупационной армией, какие-нибудь семьи военных, ну, мы же здесь уже квартиру купили, мы останемся, можно. И вот сколько они проживут до того, как их соседи на атомы разберут, правда? Вот он не понимает, что это нереально, вообще никак. Что тут дело неволи, там, какой-то власти. Потому что даже всю полицию Украины отправить на защиту гражданских оккупантов российских, они не проживут здесь дня, не проживут. Поэтому 24 часа в Россию, все. Ну, а ипотеку, да, Яшин прав. Сами брали, сами будут потом там у себя отдавать. И мы же будем за них выплачивать, правильно? Ну, и последняя на сегодня самая новость про Москву все-таки, про Москву. Верит ли Москва слезам? Знаете, пришла такая новость, я никогда не знал. Помните песню Александра Александра из фильма «Москва слезам не верит?» Наверняка. Этот город наш с тобой. Я все время думал, что это Висборн написал, а оказалось, что стихи Дмитрия Сухарева. Я никогда не знал о таком поэте, честно скажу, но вчера он умер. Ему было 94 года. Я подумал, боже, какой символизм. Умер автор песни «Москва слезам не верит». И сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась, слезам Москва не верила, а верила любви. Понимаете? Москва верила любви. Он, видимо, от этого умер в 94 года. Понял, что в его песне каждая строчка потеряла актуальность. Каждая строчка. Снегами запорожено, раствой заворожено, найдет тепло прохожему о деревце земли. Да москвичи тут все деревья у нас на Донбассе патронами и снарядами выбили. Всю экологию нам разрушили, всех животных убили. Вот и вся Москва, которая слезам не верила. Этот город наш с тобой, стали мы его судьбой, ты вглядись в его лицо. Видим этот оскал смерти московский. Видим, видим. Что бы ни было, вначале утолит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Они надеются, что это кольцо власти, но нет, это кольцо сожмется у них на шее, у этой Москвы. Вот так кончилась история песни «Москва не сразу строилась», и ее автор тоже не дожил. Но это их дела, их поэты. А у нас свое горе сегодня в Крымом Роге. Мои соболезнов всем. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok